всем привет с вами дмитрий и вы на канале дмитрий d tutors сегодня мы рассмотрим как комбинировать настройки aces и filmic в ноде ausio color space я расскажу как сделать два пресета быстро переключаться между ними и сохранять эти настройки по умолчанию сейчас изображение отображаются в линейном цвете и выглядеть не совсем так как мне бы хотелось для того чтобы это исправить я добавлю ноду ausio color space нажимаю правую кнопку мыши в окне далее выбирая tool color здесь выбираю ausio color space по умолчанию в этой ноде ничего нет все пусто для того чтобы каждый раз не искать и выбирать нужный файл конфигурации ausio я предлагаю сделать следующее нажимаем кнопку browse в панели favorites я выбираю папку aces далее указываю файл конфиг здесь в качестве source space выбираю aces aces cg который всегда находится в начале списка в пункте output space находим и выбираем output srgb отлично окно просмотра изображения я разделю с помощью split wipe после этого на экране появится разделяющая зеленая линия с квадратом в центре а также буквами а и б линию можно не только перемещать но и вращать если необходимо сделать точную привязку по углам сделать это можно с зажатой клавишей shift в участок а я перенесу исходное изображение of b ноду ausio color space так как нода не связана с изображением она не будет отображаться для этого я соединю базовое изображение с ноды ausio color space только после этого на экране в участке b появится изображение в aces давайте сравним полученный результат хочу обратить ваше внимание теперь у нас есть готовая нода с настройками aces если я добавлю новую ноду ausio color space мне повторно придется ее настраивать все пункты по умолчанию здесь пустые чтобы не тратить свое время каждый раз выбирать файл конфигурации его структуру я сохраню все настройки в пресет перед тем как применить ноду в качестве пресета я предлагаю сделать следующее мы немного усложним нашу задачу это позволит сэкономить время в настройках ноды нажимаем и активируем пункт версии после этого чуть ниже появится ряд цифр с настройками далее я нажму на пункт 2 нажму browse здесь я выберу папку color management с цветовой настройкой filmic blender и нажму открыть в качестве source space выберу linear и напротив output space выберу filmic srgb теперь в одной ноде есть две настройки если выберем номер один изображение будет в aces если два то filmic далее я продублирую ноду ausil color space в той ноде что находится слева выберу пункт один с aces и перенесу в участок а но до с настройками filmic она находится правее я перенесу в участок b теперь на экране одно изображение но в разных интерпретациях aces и filmic перемещая зеленую линию я могу сравнивать любые участки изображения далее я отключаю split wipe эту ноду я удаляю так как она больше не потребуется переименовываю ноду и называю ее просто а усе нажимаю ok если мы будем переключаться между пунктами 1 и 2 обратите внимание на этот участок выделено красным к изображению будет применяться выбранный пункт это очень удобно и позволяет сэкономить много времени теперь мне нужно сохранить все эти изменения в качестве базовых настроек по умолчанию нажимая правой кнопкой мыши напротив ноды выбираю сервис и здесь есть такая кнопка называется она сейф дефолт что это означает если я сейчас добавлю эту color и здесь выберу аусио color space то все настройки сохранятся также есть возможность сохранить ноду в отдельный файл и загрузить ее в каком-то другом проекте или например передать коллеги на мой взгляд это очень удобно обратите внимание эту ноду все эти настройки которые мы сделали можно добавить на панели инструментов то есть вот сюда у меня уже есть такая нода на панели избранного в целом делается это очень просто перетаскиваем ноду вот сюда появится красная линия после чего она будет доступна на панели инструментов теперь если мы перенесем ноду с панели инструментов в ней будут сохранены те самые настройки которые мы сделали ранее если по какой-то причине нам больше не нужны данные настройки по умолчанию и они не появлялись при добавлении новой ноды аусио color space нужно сделать следующее нажимаем на ноду находим settings reset default все настройки сбрасываются к тем которые были по умолчанию в программе теперь если мы нажмем эту color аусио color space все настройки будут сброшены но опять же других нодах настройки аусио сохранены также обратите внимание что при создании пресета по умолчанию fusion сохраняет имя ноды я нажимаю правую кнопку мыши settings save default если я сейчас удалю ноду и создам новую выбранное ранее имя сохранится спасибо что досмотрели это видео до конца буду рад вашим комментариям если у вас остались вопросы с большим удовольствием постараюсь на них ответить жду ваших сообщений в telegram канале там мы обсуждаем уроки и все что связано с компьютерной графикой подписывайтесь на канал ставьте лайки а также включайте колокольчики для того чтобы не пропустить новые уроки пока